В Нарьинмаре полным ходом идет строительство и ремонт дорог. За выходные дорожники отремонтировали свыше 9 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Уже завершены строительные работы по улице Авиаторов на участке улицы Полярная и Рыбников. По улице Юбилейной полностью снят старый слой асфальта. В течение недели планируется укладывать новый. Также дорожники отремонтировали улицу Ленина. Сегодня работы планируют закончить по улице Ваучейского. О тех, кто трудится на дорогах, в эти минуты расскажет Любовь Пермякова. Плотность укатываем, асфальт, чтобы плотность была хорошая, чтобы не разбивали дорогу. А сколько надо раз так вот проехать, ждать сюда, чтобы не было? Минимум 28 раз, по одному и тому же месту. Дмитрий Деребенчук рассказывает об особенностях своей профессии. Второй год молодой человек приезжает работать в Нарьинмар из Санкт-Петербурга. Сколько уже метров дороги проложили? Где? Беспонятно. 10-15 точно. Скоро копилка опытного машиниста пополнится новыми цифрами. На улице Ваучейского Дмитрию предстоит отремонтировать 9 квадратных километров дорожного полотна. Работа, по словам мужчины, почти ювелирная. Дорога каждая минута. Бетунная смесь на участке дороги должна быть укатана до того момента, как она начнет остывать. Кроме уплотнения асфальтового полотна, в работу дорожного катка входят и другие функции. Затирают все трещины, убирают все недостатки, которые есть в асфальте. Показатель прочности и срок эксплуатации дороги будет зависеть не только от машиниста катка, но и от работы целой команды. И если Дмитрий Деребенчук в процессе укладки асфальта идет завершающим, то впереди дорожной колонны медленно продвигается железный конь машиниста-асфальтоукладчика Антона Инко. Ровно и красиво в этом году будет не только на улице Волчейского. Пока Антон Инко и Дмитрий Деребенчук трудятся в самом сердце города, на другом конце Наринмара в районе старого аэропорта приводят в порядок бордюры и тротуары Сергей Пшенов. И пусть у Сергея нет в арсенале тяжелой техники, зато есть золотые руки. Несмотря на наличие нескольких профессий, слесарь механо-сборочных работ, помощник бурильщика, три месяца назад мужчина решил устроиться именно в Наринмар-Доримстрой и не пожалел. За это время Сергей успел сделать не только бордюры на улице Российской, провести озеленительные работы по улице Авиаторов, но и нашел новых друзей. Среди них и Александр Львов. Ну я недавно, я тут по другим объектам работал, а сейчас вот сюда перешел. Трудно работать? Ну в общем-то тут конечно не библиотека, но физический труд он полезен вообще, на свежем воздухе тем более. По данным предприятия Наринмар-Доримстрой, сегодня строят новые участки автодорог, ремонтируют дорожное полотно, устанавливают бордюры и тротуары, почти 100 дорожных рабочих. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.